Дорогие рукодельницы! Продолжаю рассказывать об этапах создания нового джемпера. В прошлый раз я вам рассказала, как я перематываю большие бобины на вот такие вот маленькие матушки. Пряжа тонкая, конусов нет. И если пропустили, смотрите под этим видео ссылочку. Благодарю всех, кто написал свои комментарии, потому что ваш опыт позволяет сделать нашу жизнь, вязальную жизнь, более легкой, но разнообразной и интересной. Ваши комментарии интересны не только мне, но и всем читателям нашего блога. Пишите, пожалуйста. Сегодня у нас второй этап. Полоски. Обожаю полоски. Мне кажется, это одно из самых интересных оформлений изделий, потому что полоски это не просто. Там вот тельняшка начали, снизу до верха заткали. Это непонятно зачем полоски. Просто чтобы было. Я люблю легкие, необычные, воздушные полоски. Вот пример изделия. Вы видите на мне. Я связала, не могу сказать, что много, несколько изделий с применением полос. У каждого из этих изделий я не сама рисовала полоски. Я использовала программу генератор полос. Мне, как и очень многим, тяжело рисовать хаос, организованный хаос. Я точно так же рисую шаблонные полоски. Раз, два, раз, два, раз, два. Но вот эти шаблонные, особенно если они одинаковые, толщины, они очень сильно утяжеляют. Изделие становится, ну, не грубое, тяжелое. Хаотичные полоски, особенно если они не имеют четко выраженного рапорта, делают изделие воздушным, легким, кружевным. Чтобы добиться такого эффекта, нужно нарисовать неповторяющиеся полосы. Это и делает программа генератор полос. Ссылку на эту программу вы видите под этим видео. Заходите, пользуйтесь, получайте удовольствие, потому что самим нарисовать такое крайне сложно. Как пользоваться программой? Рядышком вы видите ссылку на нашу видеоинструкцию. Смотрите. Там все очень подробно расписано. Вводите в свои цветопряжи тот размер полос, который вы хотите видеть. И выбираете варианты. Ваша задача выбрать понравившееся сочетание и провязать. Я нашла то сочетание полос, которое мне нравится. Занесла все цветопряжи, которые буду использовать. И в следующем видео покажу вам, как я заношу эти полосы в программу Книстайлер. Книстайлер, как рисую полосы. Не забудьте подписаться на наш канал, если вы попали к нам случайно, потому что впереди у нас очень много чего интересного.